всем привет с вами анастасия кривицкая и топ приемов образов и лайфхаков стиле которые вам однозначно пригодятся этой осенью и зимой чтобы выглядеть стильно модно и красиво долго не буду затягивать со вступлением лишь попрошу вас поставить лайк если вам понравится это видео и написать в комментариях какой из лайфхаков и приемов вам присмотрелся такой небольшой фидбэк помогает развиваться моему каналу и лично мне очень приятно и важно понимать что вам нравятся такие видео что они для вас полезны потому что мне важно знать что я не зря все это делаю ну что же теперь давайте переходим к приемам и первый беспроигрышный образ в этом году особенно в сезоне это образ жилеткой такая довольно банальная и простая вещь способна очень здорово разбавить наш гардероб почему вдруг вообще жилетка стала настолько популярной в этом сезоне ну во-первых это тепло и комфортно а мода как вы знаете все больше становится практичной во вторых трикотаж осенью это как само особо разумеющийся а поскольку объемные свитера водолазки или там кардиганы которые были очень популярны в прошлых сезонах уже немного поднадоели все вдруг вспомнили что есть такая крутая вещь как жилетка но и в третьих тенденция многослойности уже сильно укоренилась в моде в базовом гардеробе это тепло классно практично комфортно и стильно а жилетка как раз создает ту самую многослойность к тому же просто блузы и рубашки носить это уже скучно не интересно рубашки поверх футболок тоже уже немного надоело уже все используют а вот жилетка это что-то новенькое чем носить жилетку в том-то и дело что это такая универсальная вещь ее можно надевать на все что угодно поэтому смело берем жилетку и комбинируем ее со своим гардеробом пробуем интересные разные варианты и тут я не могу не вставить свои 5 копеек советами но я все-таки искренне надеюсь что такие советы вам полезны и какую же жилетку выбрать что касается длины то актуально как и укороченная длина так и удлиненная поэтому здесь можно выбирать любую все таки это верхний слой вернее это одежда которую вы надеваете поверх еще какой-то одежды поэтому однозначно вы не замерзнуть и будет тепло и комфортно лучше тогда учитывать свои пропорции тела то есть если вы у вас например ноги от ушей но само туловище короткая то лучше выбирать удлиненную жилетку чтобы сбалансировать фигуру и наоборот что касается цвета и принтов а если у вас такой же гардероб как и у меня базовой однотонные спокойные нейтральные цвета то можно смело брать какой-нибудь интересный принт яркие цвета чтобы как раз разбавить с помощью вот такой вот трендовые вещи свой гардероб но если вас наоборот все футболки и блузы и рубашки водолазки с какими-то надписями цветные с принтами или с каким-то графическим рисунком то лучше конечно брать однотонную и спокойную я же себе выбрала вот такую вот жилетку в гусиную лапку это самый наверное базовый и в то же время популярный принт из года в год поэтому если вам тоже нравится такой принт то можно смело брать он уверенно выйдет из моды еще не скоро а в образах он смотрится очень ярко и интересно и классно помогает преобразить любой образ даже самый базовый с джинсами белой рубашкой сразу такая вещь добавлять какое-то яркое интересное пятно в хорошем смысле аутфит который наверняка полюбят все и он очень популярный в этом году это аутфит с худи ничего странного это действительно настолько комфортно уютно тепло и практично что лично я с этого худи практически не вылажу и очень классно что такой аутфит с худи в этом году просто на пике популярности и вот вам еще один рецепт беспроигрышного аутфита осени и зимы записывайте рецепт за основу берем худи надеваем джинсы брюки или кожаные брюки юбку или шорты бермуды или все что вам ближе по душе надеваем любую обувь будь то лодочки грубые часы сапоги или кроссовки берем сверху еще какой-то слой одежды в зависимости от погоды можно жакет кожаные или классические стеганую куртку или тренч а можно пальто и модный стильный образ готов просто быстро комфортно и очень классно смотрится так получилось что у меня не было в гардеробе ни одного худи а теперь вдруг два и практически одинаковых как так получилось дело в том что я захотела худи и заказала себе вот это вот худи но я его называю худи кроп от бренда uniqlo намечай на шоп потому что в украине нет uniqlo а потом я забыла что заказала и как-то после рабочей съемки кстати если вы не в курсе то я занимаюсь помимо youtube еще коммерческими съемками после одной такой очередной съемки это на что мне нет какой-то такой комфортной практичной и классной вещи в которой можно было бы легко и хорошо уютно себя чувствовать на съемках поэтому забежала в нью-йоркер и купила вот эти вот ходе но это ходе уже удлиненная и если ходе от uniqlo она чисто белая то ходе которая на мне немного такое слоновой кости но очень-очень еле заметно короче с теплым оттенком и ходе от uniqlo она как кроп худи она укороченная от нью-йоркер она удлиненная я уже кстати не впервые заказываю товары через мисс чайна шоп это сервис выкупа товаров из внутренней китайских маркетплейсов таких как это уба у тимон 8 1688 и помимо того что там множество очень бюджетных классных вещей я кстати вам оставлю ссылку на прошлое видео где тоже показывала вещи которые заказала оттуда вот там еще также есть много всемирных брендов с оригинальным товаром так я например заказала худи себе от uniqlo также заказала очень классные сумочки которые дальше вам покажу одним из преимуществ этого сервиса является то что они проверяют товар на брат еще внутри китая и если вдруг что-то не так с ним то пишут свяживаются предлагают свои варианты и решения вещи мне всегда приходит под дом на новую почту очень удобно комфортно единственное что впервые конечно нужно будет разобраться со всем этим на сайте но там есть что есть менеджера всегда подскажут расскажут как это сделать правильно но если вы действительно разберетесь то поверьте это такая находка потому что действительно за копейки можно заказать очень крутые вещи аксессуар который украсит любой образ такая мелкая деталь как часы посмотрите например на один и тот же образ часами и без напрашивается одно не очень любимое многими слова но я все-таки его скажу образ смотрится дороже здесь конечно важно какие часы именно на вас и я сейчас имею ввиду не стоимость часов и не обязательно не должны быть какие-то швейцарские за миллионы долларов и так далее важно именно дизайн как-то я уже говорила в одном из видео что часы способны как украсить ваш образ так и его и удешевить наоборот все эти цветочки на циферблате чрезмерное количество стразов яркие цвета какой-то вычурный дизайн это не всегда смотрится выигрышно и красиво куда красивее вас подчеркнуть часы в классическом дизайне с обычным кожаным ремешком в базовом оттенке или в металлическим ремешком в золотом оттенке или серебряном оттенке минималистичный дизайн циферблата это те часы которые всегда будут в тренде и подчеркнут любой ваш образ поверьте если у вас есть возможность то очень классно конечно купить хорошие качественные часы но если нет то всегда можно найти достаточно крутые бюджетные варианты как например вот эти вот у меня у меня столько вопросов было по поводу этих часов это часы кассио это достаточно бюджетная модель часов но за счет своей классической немного ретро модели смотрится очень круто изначально эту модель носили только мужчины но девушки поняли что им тоже идет и не хуже чем мужчинам потому что на нежной женской руке эти грубые часы выглядит очень стильно и сексуально от этого мне кажется девушка еще смотрится более женственной нежной какой-то хрупкой в целом часы это тот аксессуар который я бы советовала приобрести каждый потому что они действительно классно и легко преображают любой ваш повседневный образ ссылку на модель своих часов я оставлю вам в описании под этим видео и также у меня есть скидка в магазине all-time в 15 процентов поэтому тоже оставлю промокод и ссылку на этот магазин в описании следующий беспроигрышный прием который особенно становится актуальной в холодный сезон осенью и зимой это играть на контрастах примеру на контрастах стилевых направлений женственности и элегантности с маскулинностью и грубостью так например одни массивные челси добавят в наш гардероб ту самую нотку грубости и маскулинности а летящие платья юбки или даже классические брюки на контрасте с ними будут смотреться интересно и запоминающе помимо этого такая обувь очень практичная на холодный сезон она и смотрится круто и стильно в ней и тепло можно смело бегать по лужам по сугробам так что я очень советую если у вас еще нет в гардеробе то присмотритесь или к трендовым челси они на пике популярности в этом сезоне или более классической модели такой обуви это берцы на шнуровке тоже на массивной грубой подошве еще одна вроде как мелкая деталь но очень важная деталь это ремень и я считаю что это тоже маст хэв в гардеробе помимо того что ремень он как бы завершает образ без него образ смотрится немного пустым каким-то скучным он также во первых отличная поддержка для объемного свитера если вы хотите сделать образ например тоже атласная юбка и объемный свитер а во вторых это стильная и практичная деталь для оверсайз жакета или даже куртки и пальто в этом сезоне такие дизайнеры как тот спрада показывает на своих примерах как это можно интересно и стильно преподнести ну а со своей стороны могу сказать что ремень это не только стильная и модная деталь в этом сезоне но также и практичная потому что он как раз держит это пальто и не дает ветру его раскрыть но при этом показывать что у нас под пальто здесь снова работает эта самая многослойность можно например надеть водолазку рубашку или футболку и жакет или рубашку и жилет а потом надеть пальто и подвязать ремнем будет смотреться великолепно модно супер трендово и тепло и комфортно такие вот мелкие детали для кого-то могут показаться дикостью но именно они помогают превратить типичный скучный образ в стильный и трендовый и те кто любит стиль и моду как я поймут меня точно так же и сумками сейчас у нас такой огромный выбор разных моделей а последние несколько лет очень популярны и сумки интересных необычных нестандартных форм с интересным дизайном такие сумки хочется рассматривать и рассматривать и такие сумки очень классно помогают преобразить образ конечно в базовом гардеробе как минимум 1 классическая сумка должна быть у меня например эта сумка от calvin klein сумка шоппер черная она всегда меня выручает но посмотрите например на эту малышку она просто великолепная посмотрите как она украшает строгий повседневный офисный образ костюм например форма цвет текстура все это играет на фоне строгого костюма и вносит изюминку а сейчас холодный сезон какие вот необычные классные интересные сумки это то что нужно это как и витаминка в холодный сезон эта сумочка бренда charlie and kate это сингапурский бренд надеюсь я правильно произнесла название и достаточно у них бюджетные сумочки а но каждая их сумочка это как отдельное произведение искусства они настолько интересные необычные классные давно подписано на них instagram но в киеве этого бренда нет поэтому я заказала через месячный шок буквально случайно увидела что у них там есть эти сумочки и не смогла пройти мимо во-первых там были скидки на определенные вот эти вот модели я очень хотела такую сумочку и она получилась что там не около 30 долларов сумочка пришла очень качественно упакована ничего не испортилась не помялась за что это отдельное спасибо сервис умещай на сделано она идеально очень качественно фурнитуры брендирована каждый ремешок отдельно упакован с мешочком все по высшему классу теперь это моя новая любовь буду везде ее с собой брать и напоследок хотела бы еще вам сказать чтобы образ был модным и стильным не стоит закрывать верхнюю одежду на все пуговицы замки и закутывается так что вас там не видно здесь вам как раз помогут такие аксессуары например как шарфы палантины это очень практичный комфортный и теплый аксессуар который к тому же выглядит стильно и модно его каждый сезон тоже мировые дизайнеры как-то обыгрывает интересные преподносит сейчас например очень модно полностью покрывать плечи свои таким объемным шарфом только не нужно делать вот так не нужно себя душить этим шарфом образ должен быть легким игривым немного небрежным только тогда он будет смотреться интересно и стильно и не забывайте про такую деталь как очки то что лето закончилось не значит что не стоит носить больше очки и осенью и зимой бывает солнечно иногда даже солнце светит более ярко чем летом а такая вот маленькая деталь здорово разбавляет любой образ я не знаю если вы подписаны на фэшн блогеров инстаграм то наверняка видели что все носят очки и поверьте это действительно классно меняет любой образ кстати мои очки которых у меня спрашивали я буквально недавно приобрела это вот такие вот очки в стиле селин я купила их в магазине мини со мы зашли с подругой хотели просто разбавить фотки с каким-то другими очками и буквально купили за 150 гривен и вот такой вот мелкой деталью бюджетной детали образ сразу преображается и всем так понравилось всем не писали откуда у тебя эти очки и так на сегодня у меня это все но в целом у меня еще полно информации которые я бы хотела с вами поделиться поэтому если вам нравятся такие видео обязательно дайте мне знать в комментариях и пальчиком вверх и я продолжу снимать а с вами была анастасия кривицкая до скорых встреч пока